На базе школы номер 7 прошли военно-спортивные соревнования «Карбышевские состязания-2016», посвященные дню рождения Дмитрия Михайловича Карбышева и Всероссийскому слёту активистов движения «Пост номер 1». Участвовали практически все образовательные учреждения округа. Восемь команд стреляли из пневматической винтовки в конкурсе «Мерки стрелок». Разбирали и собирали на время автомат Калашникова, преодолевали полосу препятствий в полной экипировке. Кстати, результаты команды школы номер 7 на правах хозяйки в зачёте не учитывались. А награждение победителей состоялось на торжественном мероприятии в актовом зале школы. Дмитрию Михайловичу Карбышеву посвящается или «Мы хотим, чтобы не было больше войны». Гостям кратко рассказали об истории подвиги героя Советского Союза, показали фильм о нём. Знамённая группа торжественно внесла знамя межрегионального детского военно-патриотического общественного движения «Юные карбышевцы». Воспитание патриотизма в молодом поколении необходимо. От молодёжи зависит будущее страны. И значимость мероприятия понимал каждый, кто был в этом зале. Патриотическое движение школьников в нашем городе, в нашем районе имеет давние и глубокие традиции. Особенно, конечно, нельзя не отметить вклад в это движение учащихся педагогов школы номер 7. Как уже было сказано в этом году, эта многолетняя, кропотливая, благородная деятельность была знаменована присвоением в школе звания Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. И ребята и педагоги с честью несут это звание. Благодаря вам не только школа, седьмая школа, но и наш город получила добрую славу, известность далеко за пределами Сахаринской области. Я желаю всем юным карбышцам брать пример с человека такого мужества и быть всегда верными в своей родине, любить её, служить ей и, если надо, защитить её. Особенно приятно здесь присутствовать на фоне тех успехов, которых добилась школа на недавних всероссийских соревнованиях по военно-патриотическому воспитанию. Это результат профессионализма вашего учительского состава, отношения к руководству школы, ну и вашего доброго отношения к учебе. Спасибо вам, вы на всю страну нам принесли радость, показали всей стране, что здесь живут патриоты, достойное будущее, подрастающее поколение. У нас действительно богатая история, богатая страна. Непосредственно надо воспитывать в себе патриотизм, любить нашу необъятную родину и быть защитником. В любой момент можно встать и защитить свою родину, своих друзей, близких, родных, матерей, жен. Хочу искренне выразить благодарность, что вы нас пригласили, потому что, когда мы наблюдали за вами, вспоминали, как мы проводили Зорницу, когда мы ходили в школу. Искренне переживали за команды, которые участвовали в этих соревнованиях. Было приятно, что там девочки участвуют, как они одевали бронежилеты. Видно было, что они тяжелые, бронежилет. Тяжело им бежать, но они старались, улыбались. И это навеяло воспоминания, как мы участвовали в этих мероприятиях. Хочу сказать, по сравнению с тем, что мы носили в Афганистане бронежилет, лично у нас был, более 15 килограмм. Конечно, сейчас ученики бегают и говорят, что они тяжелые, но у нас была полностью экипировка более 30 килограмм. После приветственных и напутственных слов состоялось награждение победителей Карбышевских состязаний. Первое место завоевала школа номер один. На втором месте команда школы-интернат села Некрасовка. Завершает тройку лидеров воспитанники дома детства и юношества. В номинации лучших стрелов победила команда школы-интернат села Некрасовка. В стрельбе с перемещением лучшим стал Сахалинский индустриальный техникум, а в полосе препятствий – первая школа. После чего с демонстрацией навыков и умений выступили воспитанники военно-патриотического клуба «Миротворец» седьмой школы. В день рождения Дмитрия Михайловича Карбышева память о нем и миллионах, отдавших свою жизнь ради мира на земле, почтили минуты молчания. Провели флешмоб «Звезда героев» и патриотическую акцию «Сила России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова